Продолжение следует... 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 Я не буду углубляться в технологические аспекты, но смысл в том, что первая попытка использовать этот метод была основана на анализе экспрессионной активности ткани. То есть оценивался некий экспрессионный профиль, и в этот экспрессионный профиль 167 генов, это довольно большая панель, и на основании анализа активности экспрессии вот этих 167 генов также проводилась диагностика между злокачественными и доброкачественными образованиями. Несколько уступают показатели диагностической значимости этой технологии, уступали той, о которой я говорила до этого, но в принципе тоже они были довольно интересны. И в какой-то момент эта компания перешла с технологией RACE на технологию секвенирования, там с помощью секвенирования можно анализировать как ДНК, так и МРНК, проведя реакцию обратной транскрипции и переведя РНК в ДНК. Они, собственно, это сделали, и таким образом им удалось несколько подтянуть некоторые показатели, в частности чувствительность и позитивное предъективное значение, и сейчас они стали, в принципе, вполне сопоставимы с результатами Тиросека. Вот, но вот, собственно, основная проблема. Вот на этом слайде вы видите стоимость этих исследований. Тут их три, четвертая сейчас как-то она ушла с рынка, но тем не менее, так для общей характеристики я их оставил. То есть вы видите, что стоимость этого исследования колеблется от трех до пяти тысяч долларов. То есть тут можно как бы говорить про развитые или страны недоразвитые, но я думаю, что даже в развитых странах среднестатистический пациент не будет готов заплатить такую стоимость за некий дополнительный метод, который может быть использован, а может быть не использован. Вот они не покрываются страховками или покрываются какие-то проценты. То есть это человек должен платить. И, естественно, из этого следует вывод, чтобы этот метод стал, в общем-то, где-то применим в клинике, он действительно, он должен, естественно, стоить не так. Надо как-то его удешевлять, оптимизировать. И в основном, что я хочу рассказать сейчас, как бы это была такая прелюдия, рассказать о том, как это можно сделать и какие есть варианты. То есть, в принципе, наверное, их много, я вот выделила два. Мне кажется, что они друг от друга принципиально отличаются. Два подхода к тому, чтобы сделать этот анализ, сохранить его эффективность и диагностическую ценность, но сделать его существенно дешевле. В первом случае можно внести в этот анализ разные объекты. То есть можно анализировать наиболее значимые мутации, экспрессионные какие-то изменения, эморинковые, микроринковые. То есть сделать какой-то такой комплексный анализ. И тогда, выбрав, конечно, самые максимально информативно значимые какие-то параметры, и тогда, наверное, это может, как бы снизив стоимость, сохранить его целесообразность. Вот такие попытки применялись. Вот первая была уже где-то в 2016 или 2015 году. Американской группой предпринята. И вторая, я про нее сейчас расскажу более подробно, была работа проведена в Новосибирске нашими коллегами. Мы там тоже в этом исследовании участвовали. Она была опубликована в прошлом году. Там тоже действительно в одном тесте было проанализировано и мутации, и экспрессия гена МШИ2, и экспрессия нескольких микро-РНК, и еще один фактор – это соотношение метахондриальной и геномной ДНК. Это как бы один подход. И второй подход – тогда, когда мы используем данные цитологического анализа, какой бы он там ни был, какая бы ни была классификация БТСД, и на его основании мы пытаемся, когда цитолог может предположить, что диагноз либо один, либо второй, то есть есть какая-то дуальная такая вот ситуация диагностики, то мы можем разработать маркеры, которые по-разному изменяются вот в двух ситуациях, и с помощью расчета вот их, скажем так, соотношения к друг другу мы можем очень повысить диагностическую значимость такой методики, но она применима только тогда, когда нам уже цитолог скажет, что это либо два, что существует только два варианта, а не все там пять или десять, какие бывают в природе. Вот, и тоже эти были уже президенты такого подхода в литературе, это вот сверхверхняя статья, это, по-моему, 16-й год, польская группа опубликовала довольно хорошая такая качественная работа, вот, и это вот наша попытка что-то похожее сделать. И теперь чуть подробнее про оба эти подхода, вот первые, там первый автор Сергей Титов, вот эта новосибирская работа. Смысл там в чем? Что объединяются, в принципе, все три вот эти вот сомнительные категории БТСД, третья, четвертая и пятая, то есть мы как будто вообще закрываем глаза на то, что говорят цитологи. Вот не рак и... Так, извините, обратно? Нет, я туда... А обратно работает это? А как? А, все, все, понял. То есть мы как бы вообще закрываем глаза на то, что говорят цитологи, они достаточно сказали, что это либо рак, либо это не рак, и это не норма, это что-то вот между. То есть немножко такой смелый подход, то есть мы перемешиваем все в одну кучу, мы получаем какую-то группу случаев, которая составляет примерно 18% от всех, и в этой группе тотально получается порядка 20% пациентов с злокачественными образованиями, то есть это, в общем, довольно напряженная ситуация. Вот, и авторы выбрали несколько маркеров. Вот вы видите пять разных групп, то есть это принципиально разные маркеры, они анализировали мутации, то есть вот их пять разных мутаций точечных. Они анализировали так называемые транслокации, то есть ген фьюжн, ситуацию две. Они анализировали вот экспрессию гена хаймобилити H2, это довольно интересный ген, который, он кодирует белок, работающий в ядре, так называемый архитектурный фактор транскрипции, который работает активно и нормально только в эмбриональном периоде развития, потом он глушится совсем, и у взрослых людей ни в какой ткани, ни в каких клетках его быть не должно. Но он реэкспрессируется в некоторых типах опухолей, ну, в частности, в рак молочной железы, рак легкого, по-моему, рак яичников, ну, вот еще и в раке щитовидной железы, причем в разных гистологических типах. Вот они включили этот фактор в свою панель, и потом они включили еще соотношение геномной и митохондриальной ДНК. И вот изменение этого фактора характерно для опухоли Гютли, и включили 13 различных микро-РНК. То, почему они выбрали именно эти, вы можете посмотреть в статье, были для этого основания. Вот, и сейчас коротко вот то, что они получили. То есть, в принципе, они набрали достаточно большую когорту образцов и проанализировали. И получили довольно предсказуемые результаты. То есть, вот, например, те мутации, которые должны быть в каких-то группах опухолей, они там и были. То есть, мутация БРАФ, например, опысилась. Вот вы видите, красный столбик – это популярные раки, и слегка в фолликулярном варианте популярного рака. Ну, и так далее. То есть, например, не было мутации вообще в доброкачественных ситуациях, или низкое, малое количество мутаций в гене РАС наблюдалось в фолькулярной аденоме, что, как бы, тоже уже описано в литературе, что говорит лишний раз о том, что этот признак не может быть таким квалифицирующим, потому что он, оказывается, есть и в аденоме, есть и в раке. Вот, это что касается мутации. Что касается экспрессии гена High Mobility A2, тоже вы видите, что есть довольно интересный и характерный профиль экспрессии этого гена. Далее они посмотрели вот это вот соотношение митохонориальной и ядерной ДНК, и, как я сказала, оно характерно именно для одного типа образований. Дальше они проверили, как экспрессируются вот эти вот 13 молекул. Я все не показывала, потому что это, в общем, опубликованные данные, вы можете всегда посмотреть их сами. Ну, вот вы видите, что есть некие особенности профилей некоторых микро-РНК, которые характерны для определенных типов, морфологических типов образования в щитовидной железе. Ну, вот сейчас система РНК-375 активно экспрессируется в медулярных раках, и это может быть каким-то признаком таким квалифицирующим и так далее. Вот они на основе всех этих данных создали некий такой алгоритм, отвечая на вопросы, там, да, нет, да, нет, несколько раз, вы можете решать, рак это или не рак, и, в общем-то, достаточно, вы видите, вот, цифры, скажем так, достоверности, характеризующие достоверность автоанализа, можно решить, в общем, прийти к какому-то диагнозу, это просто рак не рак, и там в статье у них описан алгоритм для более, скажем, тонкого анализа, когда можно некие гистологические типы с помощью такого вот подхода также диагностировать. Это один вариант. Теперь второй вариант. Так, время у меня уже, я стараюсь быстрее. Второй вариант. Тогда, когда мы, в принципе, учитываем, что говорят цитологи, потому что, ну, если это как бы хорошая лаборатория, грамотные цитологи, почему надо исключать то, что они интересно рассказывают, тогда, когда цитологи могут уверенно сказать, что, вот, например, я просто один пример приведу, что, вот, например, мы видим в любом... Они уверены, что это фолликулярная опухоль. Они там не увидели никаких инклюзий, это не популярная, не увидели там клеток гюртли и так далее. То есть это дифференцировать надо только между фолликулярной опухолью и фолликулярной аденомой. Вот. То есть в данном случае нам надо просто найти признаки, которые, собственно, характеризуют инвазивный потенциал этой ткани. Потому что в любом случае мы знаем, что она фолликулярная. Ну и вот подход в этом исследовании был следующий. Мы набрали группы материала от фолликулярной аденомы, минимально инвазивного фолликулярного рака и широко инвазивного фолликулярного рака, попрофилировали достаточно большую панель молекул, нашли те молекулы, которые... Экспрессия которых изменяется планомерно вот в этой вот группе из трех... в этих трех группах. То есть мы нашли молекулы, экспрессия которых растет от аденомы к высокоинвазивному раку и обратно. Таких молекул было несколько. И вот самый интересный момент в этом подходе то, что мы можем анализировать одну молекулу, а можно посчитать разницу, скажем, концентрации молекул, которая растет и которая убывает при развитии какой-то патологической ситуации. Вот эта вот разница, вот эта вот рейши или вот эта вот разница, она оказывается намного более ценной диагностической критерии, чем каждая одна молекула сама по себе. То есть вот здесь вы видите, на этих графиках, например, показано, что какие там... Это крок-анализ, это Ария-Андекур. Вот видите, что как только мы высчитываем рейши этих молекул, мы сразу... Эта Ария-Андекура поднимается, и диагностическая значимость метода, естественно, подрастает. Вот. Можно пойти поглубже и покопаться, понять, почему это именно так. То есть в данном случае, например, мы выделили две молекулы, соотношение которых дает достаточно весомый метод диагностики фолликулярных раков от фолликулярных диагностики фолликулярных раков от аденом. И есть... Мы можем показать, почему это так. То есть есть признаки, если эта молекула растет, то одна молекула, экспрессия ее растет, то есть молекулярные причины, почему это приводит к росту инвазивной способности ткани. И то же самое происходит тогда, когда падает экспрессия второй молекулы. То есть, в принципе, наверное, это какие-то закономерные с точки зрения биологии процессы. Вот. Вот, в принципе, близится все это к концу. Я хочу просто сравнить две эти технологии, ни в коем разе не пытаясь сказать, что это лучше, это хуже, потому что они разные, и они, наверное, будут полезны на разных этапах, в разных местах, или в разных каких-то этапах диагностического процесса. В чем они отличаются? То есть, первое, она требует минимальные требования к качеству цитологического анализа, то есть, квалификация, естественно, цитологов. Наверное, она допустима там, где какая-то такая вот первое звено, скажем, онкологической помощи работает. Там, где цитолог, например, видит два раза в год эти вот тонкоигольные биопсии. Понятно, что ему трудно, наверное. Вот в этом случае применим вот такой подход. В случае, когда квалифицированные цитологи работают и постоянно смотрят эти препараты, наверное, имеет смысл все-таки учитывать их рекомендации. И далее, в первый случай все-таки позволяет некую диагностику среди многих вариантов проводить. Второй случай может дифференцировать только два состояния. Ну, мы можем аналогичный подход разработать для того, чтобы дифференцировать какие-то два другие состояния. То есть, в принципе, нет никаких противоречий. Дальше, в принципе, естественно, из общих соображений понятно, что мультифакторный анализ всегда лучше, но он всегда дороже. Вот, в случае, в которой вот вторая статья, там анализировались однотипные молекулы, это всегда дешевле. То есть, вот это тоже фактор, который важен. Вот, ну и что дальше? Дальше, в принципе, все это разрабатывается. Это надо оптимизировать, надо зарегистрировать, надо определить какие-то места в структуре диагностического алгоритма и включать, собственно, клинические рекомендации и в систему МС. И вот я хочу просто прорекламировать исследование, которое сейчас ведется на базе Южноуральского государственного медицинского университета в городе Челябинске. Они получили госзадание, оно финансируется. Вот, они набирают материал, и который анализируется вот в нашем институте, в Институте молекулярно-клеточной биологии в Новосибирске. И я хочу пригласить всех, кому это интересно, поучаствовать в этом исследовании. И по его результатам, я думаю, что один какой-то там оптимальный либо несколько разных методов все-таки войдут в нашу клиническую практику и будут использованы клиницистами для того, чтобы делать процесс диагностики легче и правильней.